Посмотрел вторую «Чудо-женщину» и впечатления остались двоякие. При всех недостатках фильму удалось сохранить добрый настрой, который не позволяет прям размазать его. И в то же время авторы умудрились накосячить везде, где только можно. В общем, сейчас разберем все по порядку и выясним, стоит ли его смотреть. Спонсор этого ролика – компания Work5. Экзамены и защита дипломных работ уже совсем скоро. С этими вопросами вам и поможет Work5. Work5 дает консультации по всем предметам и видам зачетных работ. У них есть специалисты в учебной сфере, которые ежедневно консультируют студентов как по обычным контрольным, так и по дипломным проектам. С ними можно решить любой вопрос и сдать свою работу вовремя. Work5. Учись на 5. А по моему промокоду будет скидка 20% на все услуги. Ссылка в описании. В 2017 году Петти Дженкинс поставила «Чудо-женщину», которую многие критики признали лучшим фильмом расширенной вселенной DC. При бюджете в 149 миллионов долларов лента собрала почти 822 миллиона. Это позволило «Чудо-женщине» стать самым кассовым игровым фильмом среди проектов, поставленных женщинами. Фильм был незамысловатый, но на фоне Лиги справедливости и отряда самоубийц он действительно смотрелся как вполне удачная супергеройка. Само собой, Ворнеры сразу же дали зелёный свет сиквелу. Режиссёром и главным сценаристом осталась Петти Дженкинс, которая получила в своё распоряжение 200 миллионов долларов бюджета. Актёрский состав пополнили Педро Паскаль и звезда комедии Кристин Уик, а релиз намечался на лето 2020-го. Однако всемирному прокату помешала пандемия. После череды переносов премьеру сдвинули на декабрь. Причём одновременно с традиционным прокатом Ворнеры организовали цифровой релиз на HBO Max. Ну а до нас она докатилась только сейчас. 7 января её катают в IMAX, а с 14-го уже во всех кинотеатрах. Сюжет продолжения закручивается вокруг магического камня, которое может исполнить любое желание. В 1984 году Диана всё ещё оплакивает своего возлюбленного, раздаёт люлей мелким преступникам и совмещает супергеройскую деятельность с работой в музее. И именно в этот музей привозят загадочный кристалл, который пытается опознать Барбара Минерва, героиня Кристиан Уик. Вместе с Дианой они обсуждают легенду, согласно которой этот камень исполняет любые желания, но взамен забирает у человека самое ценное. Само собой, камень оказывается настоящим, и поэтому исполняет их мечты. Барбару наделяют сверхспособностями, а где они возвращаются, погибший Стив Тревор? Собственно, уже на этом этапе становится понятно, что с фантазией у авторов было как-то не очень. Вместо того, чтобы написать свежую историю, Петти Дженкинс просто зашла на второй круг посредством сомнительного воскрешения Криса Пайна. Так что в идейном плане фильм откатывается к первой части. Во главе угла всё та же любовная линия, в которой героям опять придётся жертвовать своими романтическими интересами во благо всего человечества. А это значит, что Диана как героиня тоже откатывается назад. Её опыт обесценивается, ей снова приходится пройти тот же путь, чтобы вновь сделать все те же выводы, и вновь стать сильнее, пережив боль, которую она ядрён батон уже переживала. Привыкай. В справедливости ради стоит отметить, что какая-то химия между Гальгадот и Крисом Пайном действительно есть. Так что их трагичная история любви способна тронуть даже второй раз к ряду. Хорошие, красивые люди говорят хорошие и правильные вещи про любовь, историческую правду и высшее предназначение. Ругать их за неизбежную банальность не хочется. Так что при должном подходе даже такую вторичную историю можно было продать зрителю ещё раз. Проблема в том, что Дженкинс схватилась за всё и сразу, из-за чего везде получилось уныло. Герои никак не изменились, злодей почему-то раскрывается в коротеньком флэшбеке в самой концовке, а добила всё режиссура с потрясающе затянутыми сценами. Казалось бы, что нам нужно от такого развлекательного фильма? Для меня ответ всегда очевиден. Увлекательную историю, в которой герой развивается. Но Дженкинс сделала всё с точностью да наоборот. Что ты наделала? Режиссёр концентрируется на любовных переживаниях Дианы и гулянях под ручку, в то время как всё остальное катится в коричневую кучу. Вот взять основной замес. Миру грозит небывалая опасность. Злодейский злодей завладел камнем и стал исполнять желания людей направо и налево, отбирая у них здоровье, власть и богатство. Зачем? Да потому что... Серьёзно, местный злодей – это аналог жадного султана из «Золотой антилопы». Только раскрытие образа у султана было куда более убедительным. Могу ещё вспомнить Джафара из «Аладина». Тот, как вы помните, тоже хотел власти. Но как он был прописан? Его раскрывали за счёт окружения. Будучи умным, он всю жизнь был вынужден присмыкаться перед инфантильным султаном. А в концовке его и вовсе развели на то, чтобы он сам стал джином. Блин, детские мультфильмы выглядят куда более логичными, чем блокбастер на широкую аудиторию. Работа Пэти Дженкинс буквально сквозит отсутствием концентрации, эрудиции и чувства меры, из-за чего в каждой второй сцене автор садится в лужу. Например, герой Криса Пайна погиб в 40-х годах. Оказавшись в 1984-м, он как ребёнок удивляется при виде поезда в подземке. И это при том, что и в Лондоне, и в США метро появилось ещё в 19-м веке. Вы можете поверить в то, что 40-летний британский военный лётчик не знал про лондонское метро, которое к моменту его смерти существовало уже 80 лет. А ещё он одевается как дурачок и принимает мусорные баки за произведения искусства. Всё это искусство. Хм, а это просто мусорка. Это просто мусорка, да, точно. Да, я выкупил подколы в адрес современного искусства, но герой в этой ситуации всё равно выглядит глупо. Зато современный реактивный самолёт у него трудностей не вызывает. Стив садится в кабину и за 10 секунд разбирается в управлении. Такие дикие несоответствия убивают персонажей, в них просто невозможно верить. Таким же образом Дженкинс углубляет саму Диану. Зритель внезапно узнаёт, что и без того имбовая чудо-женщина может летать как Супермен, может кататься на молниях в стиле Человека-паука, может сделать невидимое себя, а также любые предметы и любых людей вокруг себя. Возникают резонные вопросы. А какого хрена? Откуда взялись эти способности? Есть ли предел её могуществу? Почему в бою Диана никогда не использовала такую крутую и полезную способность, как невидимость, но включила её, чтобы посмотреть на салюты с самолёта? Девушки такие, девушки! Поверьте, то, что я перечислил, это капля в море. Если смотреть фильм вдумчиво, есть существенный риск пробить себе лоб фейспалмами. Петти Дженкинс имела все шансы компенсировать вторичность истории, но вместо этого она попросту провалила сценарную работу, превратив сюжет в глупую, нелогичную, смешную и фальшивую сказку. Однажды ты обретёшь всё, о чём мечтаешь, и даже больше. С постановкой она справилась гораздо лучше, но и здесь имеются огромные проблемы. С одной стороны, местами фильм выглядит красиво, большой бюджет чувствуется почти в каждом кадре, много натурных съёмок, есть сцены с большим количеством массовки, встречаются любопытные экшн-сцены, да и графика по большей части сделана прилично. С другой стороны, Дженкинс и здесь явно не хватило опыта и чувства меры. Она безбожно растягивает все сцены, связанные с романтической линией или душевными переживаниями Дианы. Типичный пример – сцена с переодеваниями Криса Пайена, которая здесь претендует на главную шутку всего фильма. Штаны-парашюты? Да. Сейчас разве парашютисты в тренде? Окей, структура шутки понятна, и даже шаблона. Чувак попал в будущее, не имеет понятия о современном стиле и одевается как шут гороховый. Этой сцене уделяется больше минуты экранного времени. Стейв меняет наряды, один нелепее другого, но смешнее от этого не становится. Нет, этот бородатый штамп выглядит как затянутый бородатый штамп. Обладая примитивной и абсолютно неправдоподобной историей, вторая «Чудо-женщина» получила просто чудовищный хронометраж в два с половиной часа. Причиной послужили такие вот растянутые миленькие сценки, во время которых остальной сюжет скромно стоит и курит в сторонке. Ну да, ну да, пошёл я нахер. Среди плюсов я упомянул любопытные экшн-сцены. Да, они тут есть. Аж целых полторы-две. Ну а в среднем это обычное, ничем не примечательное месиво, с горой копипасты в виде кувыркающихся грузовиков. Куда ж без них. Даже по части графона есть одна существенная оговорка. Если на протяжении всего фильма всё выглядит прилично, то финальная экшн-сцена сделана в лучших традициях всратых блокбастеров. Переродившаяся графонистая гепарда получилась настолько отвратительной, что её стараются не показывать крупным планом и сливают за пару минут. Ну а сама финальная битва разворачивается в каких-то мыльных потёмках. Не можешь вывести графон? Просто добавь темноты. В отличие от Петти Дженкинс, актёры отработали хорошо. Гальгадот всё такая же душка, а местами даже даёт понять, что я вообще-то актриса могу и выдать как следует. Да, только вот разгуляться особо негде. То же самое можно сказать про Кристин Уик и Криса Пайна. Несколько иная ситуация у Педро Паскаля. Он весь фильм дико переигрывает, пытаясь придать злодею хоть какой-то живости. А теперь я получу то, что я хочу. Опять же, претензии не к Мандалорцу, а к сценарию. Помимо эмоций у персонажа попросту нет никакого наполнения. Но, как я сказал в начале, авторы ложанулись везде. Так что во второй Чудо-женщине нашлось место для настоящего мисс Каста. Дело вот в чём. Злодея Максвелла Лорда в фильме показывают как эмигранта, который в детстве даже по-английски говорить не умел. Играет его Педро Паскаль. Он родился в Чили, о чём красноречиво говорит как его имя, так и их характерная внешность. Ну а сына Максвелла Лорда в фильме играет вот этот милый парень. Да, объяснить эту ситуацию просто. Либо жена Лорда была азиаткой, либо сын приёмный. Проблема заключается в том, что фильм вообще никак это не поясняет. Создатели не дают никакой информации о степени их родства, никакой семейной предыстории. Даже маму-ребёнка ни разу не показывают. Само собой, даже у толерантной до мозга костей западной аудитории возникли резонные вопросы. В ответ леваки разной степени упортости уже успели высрать серию изобличающих статей. Суть которых заключается в следующем. В 21 веке создатели не обязаны объяснять такие вещи, а все усомнившиеся расисты. Как минимум, латентные. Расист! Расист! Я же придерживаюсь такого мнения. Позиция авторов это просто клинический идиотизм. Очевидно, что пацана выбирали из тех самых соображений инклюзивности и репрезентативности. Да и про азиатский кинорынок забывать не стоит. Он самый большой в мире. И хер бы с вами, но раз уж вы это сделали, пропишите, блин, две лишних строчки в сценарии. Дайте зрителю информацию, хоть какую-то семейную предысторию за эти два с половиной часа. Я не думаю, что тысячи людей, которых смутила ситуация, являются расистами. Нет, проблема банальная. У них возник запрос на более глубокое знакомство с этими героями. Чтобы отношения как бы отца с как бы сыном были более убедительными. Вот и все. Но создатели забили хер и предложили расистам самостоятельно додумывать сюжет этого прекрасного фильма. Кстати, в фильме пацана зовут Алистер. Но на деле этот мальчик в буквальном смысле сыграл роль рояля в кустах. Если будете смотреть фильм, я вам гарантирую. В конце вы просто проорете, когда этот пацан внезапно выбежит из кустов на секретной военной базе. В целом, новая чудо-женщина – это скучная детская сказочка, а не блокбастер. Посмотреть на большом экране можно, негатива она не вызывает, даже посыл добра имеет. Но я бы не советовал. Все-таки отсутствие меры у режиссера и дырявый сценарий убивают все хорошее, что тут есть. А на Гальгадот я могу и на фотках насмотреться, и не тратить два с половиной часа. Ребят, ну а если вы вдруг пропустили, то гляньте по ссылочкам мои итоговые ролики. Там топ лучших фильмов 2020-го. Да, такие были худших, разочарования. В общем, оставлю все ссылки в описании. И до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok